В Чувашском государственном художественном музее состоялся самый настоящий, обрамленный в атмосферу кринолина, музыки и устоев многолетней давности дипломатический бал. Он прошел в рамках совместного проекта Международной школы молодежной дипломатии МГИМО и администрации города Чебоксары. Торжество стало зрелищным завершением конкурса «Юный дипломат». На Полонез, Польку и Кадриль вышли более ста старшеклассников из десяти школ участников проекта. Поприветствовал всех присутствующих и пожелал удачи юным дипломатам, начальник управления образования администрации города Чебоксары Дмитрий Захаров. Хочу поздравить всех присутствующих с праздником. Действительно, бал, я считаю, оказался очень удачным. Красивые девушки, элегантные юноши. Протолжение праздника. Спасибо всем за участие в проекте. Спасибо. На дипломатическом балу присутствовал и директор программы Международной школы молодежной дипломатии Андрей Емелин. В своем выступлении он подчеркнул, что проект такого масштаба и содержания в Чебоксарах проходит впервые. Кроме того, Андрей Емелин отметил, что очень приятно видеть такое количество заинтересованных ребят. Потому что когда-нибудь в составе дипломатического корпуса, не все, конечно, но тем, кому это реально интересно, действительно будете блистать на лучших балах и на лучших площадках Европы и всего мира. На самом деле нет ничего невозможного. Важно только захотеть, поставить цель и к этому стремиться. Все может быть. Почему кто-то, а не вы. А мы вам готовы и наши коллеги в этом всячески помогать, всячески способствовать. Дипломатический бал открыли почетные гости. Танцевать венский вальс вышли руководители и кураторы программы Международной школы Андрей Емелин, Владимир Денисов и Иван Антохин, начальник управления образования Дмитрий Захаров, а также руководители школ, которые приняли участие в конкурсе. Напомним, что по инициативе главы администрации Алексея Ладокова, каждой из школ участников проекта Международной школы молодежной дипломатии «Юный дипломат» выделено 100 тысяч и подготовлена площадка для социального равенства. Участие в проекте могли принять все дети без исключения. В отборочном этапе программы участниками стали более 350 человек, из которых до заключительного этапа были допущены около 200 школьников с 5 по 10 класс. В заключительное тестирование состоялось 100 вопросов на эрудицию, затрагивающие географию нашей страны, и историю, и современное положение России в мире. В итоге были определены 100 старшеклассников от 10 школ, гимназий и лицеев, которые продолжили обучение в уникальном образовательном проекте МГИМО «Международная школа молодежной дипломатии». Вообще интерес со стороны старшеклассников очень большой, потому что это не только поступление в ведущие вузы страны, но и возможность получить знания от ведущих преподавателей страны, которые приезжают к нам из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других городов Российской Федерации, и, конечно же, рассказывают совсем новые, дают новые знания, которые не всегда даже исключены. На сегодняшний момент заключен договор с МГИМО, это направление новое и очень актуальное в связи с теми событиями, которые происходят в этой стране. Дипломатическая служба, безусловно, является на острие внешней политики российского государства, и интерес к поступлению в данном высшем учебном заведении у старшеклассников очень велик. Так, одна из участниц конкурса «Юный дипломат Светлана» рассказала, насколько важно проводить такие масштабные и познавательные проекты, и отметила, что она узнала в процессе этого проекта. Я решила принять участие в этом конкурсе, потому что всегда очень интересно изучить что-то новое и попробовать себя в новой сфере. Я очень хотела погрузиться в сферу дипломатики, чтобы понять, подходит ли мне данная специальность, и чтобы окончательно определиться с профессией своей судьбы и найти себя в этом мире. И я поняла, что действительно это очень интересная и увлекательная профессия, и мне бы очень хотелось работать в сфере международных отношений. Я научилась очень многому, но прежде всего я выделяю то, что я научилась находить подход к людям, вести переговоры, а также не совершать ошибок, внимательно читать договора и составлять эти договора, различать различные экономические аспекты, что мне в дальнейшем будущем, мне кажется, очень пригодится. По итогам деловой игры государства, которая походила с мая по июнь, победу одержал лицей номер 44. Третье и второе место заняли команды гимназии номер 1 и школы номер 59. Главным призом команде-победителю станет поездка на сессию в Венскую дипломатическую академию в Австрию, в которую команда-победитель отправится с группой школы МГИМО. Призеры отправятся на базовую и региональную сессии в Москву и Подмосковье. Сегодня администрация города делает акцент на то, чтобы создать интеллектуальную базу и дать выпускникам возможность быть конкурентно способными за пределами родного города и республики. Может быть, для некоторых ребят участие в таком масштабном проекте, как международная школа МГИМО, станет мотивом для того, чтобы в будущем построить карьеру дипломата. И, возможно, кто-нибудь из них станет участником на настоящем балу в Австрии. Ольга Василик, Андрей Орлов, Жень столицы.